I have ways of blowing things up. Сложный, ну, относительно сложный, но интерактивный проект. Вторая часть, мне кажется, что разработчики откусили больше, чем смогли проживать. Ну, ладно, поехали. Чтобы раскрыть поступление, вам нужно восстановить картину произошедшего, расставив в нужном порядке кадры с ключевыми событиями. Так, чтобы разобраться в случившемся, нужно внимательно изучить показания, свидетели и улики. Сейчас у вас все необходимые кадры, но в убийстве подозреваются два человека. Вам нужно проанализировать имеющуюся информацию, вычислить, кто из них настоящий преступник. Значит. Дом Боба Финнегана. Последовательность. Секрет супового набора. Расчлененное тело Боба Финнегана на прилавке магазина Northstar Grocery Store. Рут Финнеган, супруга жертвы. Я была у соседки, захотелось с Олей занять. Услышала по телевизору, что какой-то полоумный маньяк снова начал убивать Риптоне. В результате прозвали его Рестлером, потому что он носит маску Рестлера. И обычно носит... Я обычно новости слушаю в полуха, но в этот раз запомнила, потому что когда вышла из соседки, заметила на улице латиноса с большим спортивной сумкой, а он как раз какую-то маску снимал с лица. Пришла домой, а там кровь повсюду и Боба нигде нет. Неужели этот маньяк и до нашего дома, нашего захолустья добрался? Так, хорошо. Давайте посмотрим, что по уликам дальше. Соседка. Катерина Слюсарский, соседка. В тот вечер Рут зашла за солью. Смешно, работает в продуктовом, у нее вечно чего-то не хватает. Она посидела у меня немного, потом сказала, что пойдет готовить Бобу ужин. Не знаю, как она его терпела. Типичный мужлан. Вечно ходил в своей зарыганной футболке, целыми днями пялился в телевизор и орал, чтобы Рут принесла ему еще бутылочку холодненького. Я часто к ней заходил, и там постоянно одно и то же было. А недавно Рут решил попробовать вегетарианство. Прочитал в журнале, что это поможет не только бросить пару лишних кило, так еще и жизнь продлевать как минимум лет на 10. Так вот, начала она готовить без мяса. Овощного супа наварила, думала удивить мужа. Бобу пришел с работы, как звери, что это за помоя без мяса. Я рядом живу, мне все слышно. Так они тогда чуть не подрались. Ванная в доме жертвы. Ванная испачкана кровью, похоже, именно здесь и разделали труп жертвы. Послушайте меня, пожалуйста. Предварительно мои соображения из этого, что она сама мужа и убила, потому что он был ужасным человеком. Она услышала про... Блин. В общем, я пока оставлю на то, что убийца жена. Прилавок магазина. Части тела жертвы аккуратно выложены на прилавок. Кто-то выставил их словно экспонаты на всеобщее обозрение. Под прилавком валяется снятый мусорный мешок. Смятый мусорный мешок внутри следы крови. Их принесли сюда явно в этом мешке. Медэкспертиз. Жертвы перерезали горло одним резким уверенным движением. Смерть наступила практически мгновенно. На теле нет следов борьбы. Труп расчленили уже после смерти. Так вот. Нет следов борьбы. Доказывает, что жертва знала убийцу. То, что у нее в руке был нож. То есть она, скорее всего, готовила обед или была на кухне или что-то такое. Скорее всего, он пришел, начал орать, что это за фигня без мяса. Это стало какой-то последней каплей. Она ее перемкнула, она его убила. Ну, потому что он был мужланом. Он ее всю жизнь там это... Супруга жертвы. У его была соседка и заходила с Олей занять. Ну, насчет с Олей занять тоже звучит неправдоподобно, раз у них свой продуктовый магазин. А была она у соседки, чтобы было алиби. Значит... Мужчина в маске рестлера наблюдает за домом финингом через окно. Нет, думаю, не так. Мужчина в маске рестлера с ножовкой в руке подходит. К бобу финингану. Перерезает горло. Другой подозреваем. Жена! Да! Да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да. Ну, то есть, мне кажется, что так было. Ссорится из-за овощного супа. С кухонной ножом подходит к бобу. Перерезает. Так, а тут у нас что? Подает бутылку пива. Заходит в продуктовый магазин с мусорным мешком. Разделает... Так. Так-так-так-так-так-так. Тогда она ему подает пиво. Потом подает ему еду. Потому что он тут уже сидит с пивом. А, подожди. Что-то лишнее. Значит, подает пиво. Ссорится из-за овощного супа. Нам надо понять, что являлось ключевым фактором. То, что они поссорились из-за веганства. Или то, что он себя так вел по-скотски. Я думаю, что то, что поссорились из-за веганства... Минуточку, соседка. Я, честно, не заходил. Так вот, начал готовить без мяса овощного супа. Боб пришел с работы и как заорет. Вот. Я рядом живу, мне все слышно. Так же они... Как они тогда чуть не подрались. Когда это тогда? Сколько дней прошло? Подожди. Я сейчас так не заходила. Прочла в журнале. Так вот, начал она готовить. Тут не указано, когда. Значит, скорее всего, ни при чем. Я думаю, вот так. Вот так. Вот так. Вот так. Вот так и вот так. Ну, а хорошо. А как мне... А как мне, типа, согласиться? Кадры, улики. Окей, а как мне запустить... Или схема не запустится, пока я не прав? Офигеть! Схема не запустится, пока я не прав. А почему она не... Извините, пожалуйста, но это... То, что он ее постоянно гонял, является таким же катализатором. Конечно, обвинить, что она была у Финнинга. Она убила мужа на почве в многолетней неприязни. Последние капли стала критикой из Трипни. Тогда Рут решил покончить с мужем. Собственно, да, думаю обвинить. Уверен? Конечно, уверен. Взгляните. Лили, ты там? Лили! Лили, я здесь прям. Взгляну. Я на моем пути. Так? Взгляну. Взгляну. Я на моем пути. Ну что? Я ничего не вижу. Лили, пора начинать. Да, дай мне только взглянуть на план. Лили, мы все продумали. Гейл, я хочу взглянуть на план. Гейл, план? Лили, ты хочешь взглянуть на план, или ты хочешь поменять план? Я хочу увидеть план, before I decide, whether I need to change it. Гейл? В самом деле, вот вторую серию, что я уже снимаю, она ведет себя как абсолютнейший кусок дерьма. Я понимаю, что это женщина среди хамоватых мужчин, ей надо как-то утвердиться, но пока что она ведет себя как кусок дерьма. Со всеми, абсолютно. Что нужно сделать? Допросить галстука, соберить всю информацию, снарядить и назначить свою штурмовую группу. Обычно к штурму готовятся в течение нескольких дней. В этот раз Гейлу пришлось набросить план спешки. Продолжать. Возможно, вы хотите изменить что-то. Продолжать. Разведка, распределение. На каждой позиции должен быть коп с подходящими характеристиками или необходимыми для штурма экипировкой. Блин, вы в одну игру пытаетесь запихнуть столько всего. Мне реально кажется, что вам нужно было сосредоточиться на какой-то одной механике или пошаговой стратегии. Блин, вы столько всего пытаетесь запихнуть, но каждый раз, каждые 10 минут новая механика. Гейл хочет поставить шустрого копа возле автомойки, чтобы тот мог перехватить любого бегающего галстука. Гейл знает, что штурм не будет без меткого стрелка. Командование операции. Гейл возглавит штурм. Хочет взять живьем как можно больше галстука. Здесь вы можете поставить... Распределить. Умный копс может взломать боковую дверь в мастерской и попасть внутрь. Штурмовать мастерскую будет проворный копс со штурмовой гранатой. У скрытного получится незаметно пробраться в мастерскую и застать галстуков врасплох. Здесь может так. Ну, хрен его, но давайте. Я пока не особо в дупляче происходит. И опять нам кинцо показывают. Нам не дают поиграть, нам опять показывают кинцо. Надо было сразу везти его к Канаяну. Да пусть он сам приедет. Пусть Канаян приедет сюда. Вы знаете, где же Канаян Джесси? Вон там синяя сумка. Принеси из нее. Принеси сумку. Позвони им. Принеси сюда из нее. Позвоню Канаяну. Сумку. Джесси, у нас нет времени. Тащи сюда сумку. Лили, надави сюда. Надави, не отпускай. Ты думаешь, он сделает? Нужно подложить ему что-то под голову. Он умер, Лили. Лили. Или он умер. Гейл умер. Ну, теперь можешь звонить Канаяну. Ну, типа, дурацкий шериф, дурацкий помощник шерифа, дурацкий спланировали операцию. Переставить нихрена нельзя было. Ну, блин, ладно, черт с вами. На самом деле, такой сюр происходит на экране сейчас. Идите нахрен. Как его звали? Как его звали? Я имею в виду, погибшего копа. Как его звали? Гейл Гринберг. Были близки? Нет, но... Но... Нет. Мы ходили в школу вместе. Шериф Фрид, я. Шериф Фрид. Ха! Шериф Фрид. Если мой папа это услышал, он был, кажется, в смеху. Кстати, да, смелся бы, как последний умалишенный. Подавился бы своими любимыми трюфелями шерифа. Шериф Фрид. Не Лили. Ну, посмотрите на нее. Моя тетя живет в Фрибурге. Она продавала цветы. У нее был свой магазин, маленький очень. Моя мама и я ездили к ним на лето. У вас там летом тепло, теплее, чем здесь. Не угодно теплее, чем здесь. Что произошло в Фрибурге? Мистер Буэйд. Мистер Буэйд. Буэйд. Это очень... Я так хотел, чтобы вы меня выслушали, я сам точно не знаю, с чего начать. Вас заклеветали? Можно и так сказать. Поэтому ни в чем не виноваты? Я не виноват, но ни в том, чем меня опиняют. Я просто был дураком. Слепым дураком. Правильно, мистер Буэйд. Прошу прощения. Можно дать шерифам мыслить рационально. Я думала, что может быть я плохой коп, но я умею мыслить рационально. Теперь я не уверена. Лили, слушай мне. Вы не виноваты. Я был шеф в полиции последний год, и я могу сказать, что я никогда не... Скажем так, это сложная работа. Настоящему сложная. И если вы в этом положении... Было ошибкой. Просто хочу сказать, что... Не стесняйтесь, мистер Буэйд. Я не могу сказать, что мне эта работа была глупо. Что вы хотели сказать? Потому что я стану совершенно согласен. Лили, послушайте. Я полицейский. Как бы ни была формальная сторона вопроса, я все равно полицейский. Я полицейский, и я знаю, как делать эту работу. И я помогу вам. Копы должны помочь друг другу. Это мы говорили сегодня? Ты не согласен со мной? Как мы говорили, мистер Буэйд, может быть, вы самозванец, может быть, вы сумасшедший, но... Может быть... Может быть, ты... Если честно, я даже не знаю, если... Лили. Почему ты ставишь эту штуку на меня? Ну-ка выйти из клетки? Лили? Да, мистер Буэйд. Да, вы можете выйти из клетки. Я работал, полагаю. Что именно мне делать? Может, мне надо поспать в комнате, отдыхать вон там налево. Темно-зеленая дверь. Я буду здесь до утра. А утром мы... Утром мы разберемся. Утром вы можете собрать свои вещи, мистер Буэйд. Да, я просто... Это письмо. Я хотел бы отправить его как можно, скорее. Это моим детям. Это важно. Я могу отправить его за вас. Мне все равно. Мне нужно отправить. Какие письма? Лили, я хотела... Что? Позвонили федералам? Нет, я не позвонил федералам. Понимаю ли, что нарушаю закон? Да, понимаю. Понимаю ли я, что вы можете избежать любой момент? Да, я тоже понимаю. Увидимся утром. 22 ноября. Мне дали поиграть. Мне дали нажать на кнопочку, смотрите. Я нажал на кнопочку, я играю. Какие еще вопросы? Ты долго работаешь на Компе? С февраля. Ты любишь... Ты любишь нашу Шериф? Мистер Насчет, постоянно принимает менеджение департамента. Некоторые сейчас будут его подчинены. Мисс Клифф, я все еще Шериф. Ладно, если вам все понятно, больше нет вопросов, то... О, 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 у меня есть вопросы. Когда мы снимем эту штуку? Я имею в виду вопросы к мистера Нэшу. Я имею в виду вопрос к мистера Нэшу. Мистер Нэш, когда мы снимем эту штуку? Когда мы снимем эту штуку? Мы не снимаем ее. Прости, парень. Мы ее не снимаем. Это достаточно. Все верно домой. Да. Это шериф Уэллс, который поднял этот кабинет. Он говорил, что он сделал для меня своим первым заместителем, потому что я одна понимаю, что здесь изображено. Ну, теперь у нас два. Я перебрал с выпивкой и едва ли я смогу сегодня работать. А ну, звездой обратно к Лиле. Интеллект, скрытность, мурадян. А продолжить это типа, окей, не работай сегодня. Звездой обратно к Лиле. Вы уверены, что хотите навсегда избавиться от этого копа? Он доработает до конца смены и с ней вернется к Лиле. Но вам не пришлют бесплатную замену. Нет, не хочу продолжить. Мистер Нэш, я очень рад попасть в вашу команду. Я с вами с настоящей работой под руководством настоящего мужика. Я готов на все сто. Но тут такое дело. Мне нужно с ребятами из моей фан-группы скататься в Ripton к специалисту гитары настроить. У нас на них концерт перед кузенами отменять неудобно, сами понимаете. Так что я сегодня быстренько съезжу, а завтра точно заступлю на службу. Да. Если на любое задание отнимает у копа энергию. Измотанный до предела коп может не прийти на работу или заснуть за рулем и попасть в аварию. Энергия снизу, вот это. Я вас понял. Хорошо. Копы тоже люди, поэтому... Кто это сказал? Минуточку, эта игра утверждена. Ладно, хорошо. Поэтому некоторые из них по тем или иным причинам злоупотребляют выпивкой. Любой из них может пропустить стаканчик другой, если повод обязывает. Но это и... Но есть и завзятые алкоголики, которые всегда приходят на смену пьяными, работают заметно хуже остальных. Если, конечно, им удается доехать до Неси Непр невредимыми. То есть, он указан на кружечко, алкоголик. Я понял. От характеристики копов зависит, насколько эффективно и полезно они кажутся в той или иной ситуации. Скрытность интеллекта. То есть, он умный, скрытный, но его комплекции и привычки говорят об обратном. Каждый коп может носить с собой несколько предметов экипировки. Уходя со смены, копы сдают экипировку в хранилище департамента. Единственный предмет, который есть у каждого копа по умолчанию – табельный револьвер и нож. Хорошо. Понял. Это все вот эти вот тазеры, дубинки и все дела. Это… Чувака зовут Горчица? Серьезно? Мустар? Эээ… Резенкранц. Аронович. Флауэрпотс. Ладно. Бельмонд и Мурадян. Блин, просто команда мечты. Елки-палки. Каждый… Один красивее другого. Хорошо. Один алкаш. Минучка, а Бельмонд… Он… Что с ним? Он одноглазый? Какая у него стрельба? Посмотрите, чувак охренительно стреляет. Флауэрпотс. Хороша в переговорах. Наверное, заговаривает насмерть просто, учитывая по ее виду. Интеллект… Мурадян получается самый бесполезный. У нее чуть-чуть скрытности, чуть-чуть интеллекта, но… Так, вон Аронович хорош по интеллекту. Мустард хорош в стрельбе. Бельмонд идеален в стрельбе. Сегодняшняя смена. 6 человек. Поехали. Выберите копа, чтобы подобрать ему экипировку. Шокер, перцевые баллончики, штурмовые гранаты… А! Шокер, перцевые баллончики, штурмовые гранаты исчезают после использования. Тазер расходуется по картриджу на каждый выстрел. Только на дубинку всегда можно положиться. Значит шокер, перцовый баллончик и штурмовая. Ненадолго оглушает… Пусть сами выбирают, неплохо. Милучка, а как… А, дубинок две. Я понял. Тут просто описание идет. Иногда дубинки на Жениса считают, действуют на среднее расстояние, оглушают преступника на несколько ходов. Может вызывать болевой шок и судороги. Надолго оглушают… То есть это ненадолго оглушает преступника, бьет без промаха, не оставляет на теле следов. Это важно для полицейских, да? Потому что нам подчеркивалось, что они тоже люди. Надолго оглушает преступника, бьет без промаха и избегает… Избегайте попадания влаги. Так, хорошо. То есть это важно… Это… Примечание. Хорошо. Я понял. Ненадолго оглушает, бьет без промаха. При попадании смеси в глаза не пытаясь промыть их водой. Так. Разница между шокером и баллончиком? Надолго? Ненадолго. Я понял. То есть это расходники, только дубинка. Картридж от тазера пять штук. Та-та-та-та-тан. Оглушает преступника на несколько ходов. Долго? Недолго? Несколько ходов. То есть очень такое туманное описание. Цвета шумовая. Оглушает всех, кто попал в радио взрыва на два хода. Мало. При неосторожном вращении может поджечь том или оторвать палец. А пусть выбирает сами это ямакод потом отменить или нет. Он взял себе тазер, картридж к нему и светошумовую. Ваши предметы это на день или в принципе? Мне их придется покупать. Мне их будут выдавать. Как это работает? Дубинку себе взял. Где вторая дубинка? Оглушает. Попробуем. Подождите. Баллончик светошумовая. Баллончик светошумовая. Тазер, картридж на светошумовая. Тазер, картридж на светошумовая. Баллончик и шокер. Ой, дубинка и шокер. Зачем тебе дубинка и шокер? Я думал, а тут еще у меня 12 человек. Ух ты ж е. Так, Берч Треть. С очень хорошим интеллектом. Клизма, ну в смысле Климзи. Старикан взял себе дубинку. Явно предпочитает более традиционный. Получается музыка. Музыка у нас самый бесполезный. Член команды, да. Извини, Мурадьян, я грешил на тебя, хотя ты алкаш, конечно. Но да. Есть у нас еще музыка. Так, есть Спурлок, Красава, Шинни, Клизма и Красава. Хорошая пара, блин. А звездочки что означают? Типа ранг полицейского. Хотя нет, у него он 200 сот. Что означают звездочки? Объясните мне, пожалуйста. Ладно, выбрали сами-сами. Начать день. Я потом буду в этом вариться. Новые вызовы. Вот теперь спустя... Да. На срочный вызов нужно успеть отправить копов до истечения таймера. Так, 300. А, вот что звездочки. Все, я вспомнил, что за звездочки. То есть, по идее, туда можно отправить одного мустера, да и он все разрулит. Пьяный рабочий припарковал свой грузовик так, что заблокировал выезд сразу низким машинам. Когда владельцы других авто просили его отогнать машину, мужчина забрался на крышу своего грузовика и приказал псинам внизу заткнуться. Иди, веди с ним переговоры. У некоторых 290, чтобы я смог их отправить на 300-е вызовы. Ладно. У него реально 15. 15, Карл! Да, я в музыке ошибался. Музыка 240, у этого 15. Он вообще просто бесполезный кусок, я не знаю. Пьяный рабочий стоит на крыше грузовика и мочится на людей с высоты. Сколько бы хорошо ни были ваши копы, им не обойтись без ваших указаний. Да, конечно же, не обойтись. Именно на ваши плечи ложатся все решения в сложных ситуациях. Это сложная ситуация? У тебя коп, блин, мочится? Уговори его слезть, блин. Ты полицейская или где? Фауэрпотс. Когда вы решили, как именно стоит поступить в конкретной ситуации, вы должны выбрать копа наиболее подходящего для выполнения этого задания. Продолжить. Тут у нас один коп. Въехать грузовик в патрульной машине? Да! В слабоумии и отвага. Выстрелить в пьяного эстайзера? Нет подходящей экипировки. Эй, мистер, здесь пожар. Нужна ваша помощь. Нарушение общественного порядка. Пьяный рабочий поспешил на помощь, если скрошил грузовика, не застегивая ширинки. Внизу его поджидал коп и легко арестовал нарушителя порядка. Преступник пойман. Уговорили. Хорошо. С каждыми новыми 50 очками профессионализма копы получают 1 очко навыка. Вы можете потратить его так, как считаете нужным. А может быть в стрельбу тебе вкинуть? А то ты вообще стрелять не умеешь. Получила перк перехват. Полицейский тратит оставшиеся действия и заканчивает ход. Во время чужого ухода противник коп может стрелять в первом обзоре. Получила перк стрелок. Полицейский получает небольшой бонус к точности и игнорирует штраф при стрельбе противника в укрытие. А что делать, если коп размерами больше, чем в укрытии? Поехали. Так. 195, кстати. Похоронное бюро Гарм. Девушка проникла в хранилище, украла урну с прахом и пытается сбежать. Сколько нужно копов, чтобы остановить девушку? Так. Давай 140. И вот этого бесполезного возьмите с собой. Отправить. Нэш. Со всякими лузерами вроде. Арта возьму Родян. Я возиться не собираюсь. Дай мне нормального напарника прессионал продолжать. Надо было отправить его нахрен обратно к Лиле. Серьезно. Блин, почему я этого не сделал? На тебе профессионалы. Какой трындец. Сколько из себя строит? Давай музыка, сгоняй туда. Девушка с урной в одной руке лезет на улицу через маленькое окошко хранилище. Увидев купа, она кричит. Не трогайте меня, пытаясь исполнить последнюю волю своей любимой. Своей любимой девушкой. Ну ладно. Ее родили скорее сами подохнуть, чем дадут мне развеять ее прах. Убеди девушку попробовать найти общий язык с родителями. Схватить девушку за ногу. Выбежать из похоронного бюро и переходить девушку на улицу. Коб успел добежать как раз тот момент, когда девушка выкинулась из-за окошко хранилище на улице. Он легко арестовал преступницу в урна. Целость и сохранность и снова стоит на полке. Красавчик, заработал себе просто очко навыков. Давай. Ты он хорошо бегал. Может. Давайте в скорости ему закинем. Получил перк очередь из пистолета. Полицейский выстрелит из революера три раза подряд. На меткость от этого немного пострадает. У полицейского повышается шанс увернуться от выстрелов противника. Харек. Так. Выдачусь здесь за патрульника с алицией. Окружная дорога. Мужчина в полицейской форме стоит на везде в город, тормозит всех подряд, требует деньги. Так. Так. Продолжение следует. Продолжение следует. Релик windy. Время». но вернулась переговорщица мне вот этого придурка или надо качать или сделать так чтобы его грохнули нахрен мужчина в полицейской форме стоит на обочине считает деньги приказать сдаться еще в полицейской форме не послушал скопа и рванул по полю ехать следом выстрелить на за сотрудника приступ к промахнулся по преступникам он затерялся в полях завершить день язычки от пивных банок условная валюта в департаменте шерифов получаете язычки за успешно выполненные миссии и теряете их за упущенные преступники убитых гражданских язычки может потратить на новых копов и дополнительную экипировку так луна 90 вот этот чел хорош но он 22 язычка стоит дохренища просто в смысле купить они же я бы я бы кстати дубина купил бы они же не использовали ничего не не гранат не слезоточивых ничего да далее я не буду пока что тратить мне не хватает на нормальных копов в конце каждого дня вы должны выбрать копов которые будут работать завтра так 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 давай тренинг трездуй обратно вы хотите да хочу все пошла вон отсюда этот еще нормально вот это до этого еще вы еживалась далее завершить день я хочу еще один день от ездить англичан будет без кат-сцены игра фильм боли это тоже закон нет серьезно это перебор я 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 по я я и я я я и я Продолжение следует... 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 соорудили мопед который ездит на смеси из спирта и навоза в цену солярку видели вообще это это еще достать и еще достать нужно пожалуйста пожалуйста за мопед солярка у тебя в голове нормально все складывается с этим подснежник наш мы учили этот мерзкий турпаки сугроба полазили по карману и там было пусто я предложил пацанам хотя бы ботинки с него снять они как новенькие смотрелись но как только я шнурки на них развязал такая трупная вонь хлынула что меня уже тут же вырвало я короче домой поеду отлеживаться и работе а ботинки вы хотите колонну побрызгайте перед продаж получили кожаные ботинки вам достались какие-то ценные вещи но вам негде и хранить пусть они постоят в коридоре пока вы не найдете для них более подходящее место может вам повезет никто их не утащит так у женщины украли коляску пока нас плачущими грудным ребенком на руках забирала старшего сына из детского сада я буквально на секундочку отвернулась помогла кристоферу завязать шарф и коляска испарилась пять сотен надо у нас на пять сотен тоже поехать не кому давай ты поедешь и вот ты чтобы бирж 3 ушел типа все до конца дня потому что его чуть не блеванул так хорошо от детского сада быстро идет мужчина похоже наркоманом как перед собой детскую коляску ехать на перерез патроне машины переговорил мужчину дорогу он бросил коляску и побежал в узкий переулок похищение код коп оглушил преступник выстрел остаться оказалось что он хотел продать коляску чтобы собрать деньги на дозу его так сильно мало что даже не заметил ребенка в коляске мустар так давай тебе силе добавлю штучку одну полицейские громко выбьет дверь или окно удары дубинка оглушают преступника намного сильнее это один поинт сильный всего лишь а ты у нас прокачаешь давай скрытность полицейский тратит одно действие может извините может скрытно перемещаться под носом противника есть оставшийся ход полицейский лучше прячется за небольшими укрытиями он будет бельмонту наверно дать выходной на следующий день пусть немножечко отдохнет так торговлю без лицензии бар smelly goose паром пожалуйста старика-инвалида который стоит возле входа в бар и продает самодельный алкоголь всем желающим будь с ними осторожны мне кажется он лишь прикидывается инвалидом сообщил бармен 390 ты у нас с чем с тазером с шокером и интеллект нормально переговоры ехать дружище розенкранц расследование ария ранович попросил опросил часть свидетелей и собрал базовую информацию деле секрет розовой жвачки открыть расследование у сейчас у нас не у вас недостаточно информации кадров чтобы восстановить ход событий определить виновным утро вы сможете получить поручить любом из вас чтобы продолжить расследование продолжить закрыть джун элмер мистер нэш приятно что ваши ребята оперативно начали расследование по моему заявление не так уж и плохо работает полиция в шарпуте как все говорят я человек не бедный но когда у тебя кажут что-то из дома то похищаю похищает самое ценное чувство безопасности сегодня они взяли твой видик а завтра силой возьмут твою жену понимаете о чем я я не могу этого допустить поэтому готов приложить все силы чтобы правосудие свершилось у меня небольшой бизнес постановки водопроводных систем в домах проще говоря мы ставим туалет и там у тех и всем приходится бегать по всем делам на улицу можно предлагаю вы отправите на это расследование своих лучших людей раскроете его а взамен и установлен новенький туалет всем копам в участке даже не представляете как ребята будут вам благодарны думаете им нравится морозить себе задницу на улице особенно когда ночью приспичит это ты из первой серии я понимаю что другой чувак но все же я бы на самом деле раскрыл бы это преступление но мне бы хотелось и так кому ведьминого самогона кричит старик инвалид и трясет воздух костылем либо коляку превратить любого коляку превратить человека возле него собрались люди желающие купить самогон заломать старик инвалид отпихнул копа костылем и вдруг со всех ног побежал прочь похоже что старик лишь прикидывался рвануть за стариком конечно рвануть за стариком куб догнал арестовал уже инвалиды теперь ему придется торговать самогоном на тюремном дворе красавчик на тебе стрельбу лишнюю получает теперь перехват тратить ставшиеся действия заканчивать не заканчивает ход во время чего против нее противника может выстрелить в первого замеченного преступника полицейский получает небольшой бонус точности игнорирует штраф при стрельбе противнику в укрытие отлично молодец молодец вообще красавчик просто вот будем прокачивать своих ребят бельмонта надо качать ему нужно очень хороший стрелок на у него очень маленькие навыки профессионализма блин до завершаем день 14 plain view есть кстати за десятку можно взять слушайте за десятку рокмана можно взять почему plain view дороже почему он вообще самый дорогой что вот это вот означает нет но нет же это почему в один клик почему в один клик я просто нажал случайно он алкоголики у него еще какая то фигня он явно хуже по 100 там чем и он дороже ну игра ну зачем так то и он еще и уставший мне ему сейчас надо будет дать выходной или два надо было рокмана брать ну я прям расстроился сейчас почему она покупается в один клик без подтверждения без него случайно нажимаешь просто на чувака бах куплено все без возможности отмотать бегите вашу просто нет все давайте тогда на этом заканчивать завтрашнюю смену я сейчас выберу так мустард вот этот ты вернешься ты аранович вот ты идешь тоже работать тебя тебя и тебя желтые остаются на отдых завершить день ну вот чекпоинт как раз все ребятушки тогда на этом будем серию заканчивать спасибо что были с нами всем удачи добра бобра всем молодушек всем покеда а а Субтитры подогнал «Симон»